Добрый вечер, мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Микец «История Иосифа и его братьев». Подходим к развязке этой истории. Нужно сказать, что весь этот раздел и, пожалуй, вся история Иосифа и его братьев, она серьезно отличается от всех остальных книг Торы. Очевидно, что Тора – это не литературное произведение, не памятник древней литературы. И стиль её, на самом деле, не литературный. Большинство мест в Торе, если оценивать их с литературной точки зрения, они совсем не интересны. В конечном итоге Тора – это книга закона, это учение и главное его содержание – это учение о том, как жить, указание, заповеди, законы и указание направления в жизни человека. Пожалуй, единственное место в Торе, в котором четко прослеживается сюжетная линия, есть развитие сюжета, есть завязка, есть кульминация, есть развязка, есть развитие образов. Вот перед нами, с точки зрения литературной, совершенно законченное произведение – история Иосифа и его братьев, написанная в довольно любопытном стиле. Снова в этом особенность Торы, может быть, обратим на это внимание. И поэтому мы будем обращать внимание именно на детали здесь развития сюжета. Если уж коли Тора дала нам здесь отрывочек такой, который, может быть, воспринимаем и как литература, то мы постараемся взглянуть на него и с этой стороны, с точки зрения развития сюжета, с точки зрения развития образов, не забывая, конечно, ни на минуту, что главное – это основное назначение и этой истории, как и всех остальных мест истории – это учение. Итак, то, что мы изучали на предыдущих уроках, невероятный взлет Иосифа, вслед за этим падение, и снова взлет, еще более невероятный, который превратил Иосифа в временщика фараона, всесильного правителя колоссальной империи, крупнейшей империи древнего мира. Те сны, которые видел фараон и которые Иосиф разгадал, они предвещали сначала голод, сначала, простите, изобилие, а затем голод, который наступит во всем мире. Благодаря советам Иосифа и тем действиям, которые он предпринял, египтянам удалось на протяжении всех лет изобилия накопить огромные запасы хлеба, огромные запасы зерна. И теперь, наконец, когда наступает голод, время, когда Египет пожинает плоды того разумного управления, которое ввел Иосиф, а Иосиф ждет с замиранием сердца исполнения того, того плана и того предвидения, которое он ожидал, он понимает, что рано или поздно сюда придут, в Египет придут и его братья. Голод приведет для того, чтобы купить хлеба. Не случайно все это затеяно. Иосиф совершенно четко видит здесь руку проведения, он видит, что Аждыха работает на то, чтобы снова встретить его с братьями после многих лет возрубки. Итак, Голод. Я читаю 42 глава книги Берешит, с самого начала, первый пасук. «И увидел Яков, что есть хлеб в Египте, и сказал Яков своим сыновьям, зачем приглядываетесь?» Раши останавливается здесь на самом первом глаголе «И увидел Яков». Довольно трудно из Эрес-Исраэля, из земли Кананской увидеть, что в Египте есть хлеб. Можно услышать, об этом люди говорят. Слухи есть, слухами земля помнится. Кто-то рассказывает, кто-то слышал. В Египте дают хлеб. Мемфис город хлебный. Почему же тогда увидел? Отвечает Раши. Здесь есть некоторая игра слов. На русском языке она не воспринимается, но по крайней мере смысл комментарий Раши вот в чем. Как же он увидел? Ведь, скорее всего, он не увидел, а услышал. И он же в дальнейшем сам так, он обращается к своим сыновьям. И сказал сыновьям, зачем приглядываетесь? И сказал, вот я слышал, что в Египте есть хлеб. Так пойдите туда и купите нам хлеба, и будем жить и не умрем. Он со своим сыновьям говорит, я слышал. Почему же тогда Тор начинает и увидел? А увидел означает вот, что он увидел в своем пророческом видении, что есть у него надежда в Египте. То, что я сказал, игра слов здесь, надежда и пропитание, так, это на языке Торы близкие по написанию и по звучанию слова. На русском языке это не звучит. То есть, это не было совсем, то не было настоящим пророчеством, чтобы сказать, что вдруг ему стало известно, вдруг ему стало понятно, что Иосиф жив и что он живет в Египте. Нет, всего этого Яков еще не знает. Но какое-то подспудное чувство, ощущение, теплящаяся надежда, что что-то там в Египте, что в Египте есть больше, чем просто мешок с хлебом, что есть там больше, чем решение проблемы голода. Вот это вот то, что Яков увидел, то, что он ощутил. Читаем дальше. «И пошли, братья Иосифа, десятеро купить зерна в Египте». Конечно же, сразу же возникает вопрос, а почему в десятеро? Если вопрос в том, чтобы купить хлеб, можно было бы послать туда двух, максимум трех человек. Нужно привезти большое количество тягловых животных. Хорошо. Но все, но в десятеро, правда, не все. Ведь их одиннадцать. Поэтому Тора тут же говорит, а Бениамина, брата Иосифа, не послал Яков с его братьями. Ибо сказал, как бы ни случилось с ним несчастье. Как бы ни случилось с ним несчастье. Нехорошее предчувствие. Не хочет Яков посылать Бениамина вместе с ними. Но та причина, которую указывает Тора, она, на первый взгляд, очень странная. Что такое несчастье? Несчастье – это что такое совершенно непредвиденное, какие-то непредвиденные, непреодолимые обстоятельства. Так если так, то почему? Если так, если этого он боится. Естественно, что он боится, что случится, я не знаю, какую-нибудь там неприятность между братьями или еще что-нибудь. Он случится. Он боится того, что случится несчастье. Так несчастье, оно может и дома случится. Совершенно неожиданные, неожиданные и непреодолимые препятствия случаются с домом. Человек может упасть, человек может поскользнуться, человек может чего-то съесть и отравиться. Его может в конечном итоге змея укусить или еще что-нибудь. Сколько угодно подобного рода неприятностей могут быть в доме. Поэтому довольно странно, если человека не хотят отпускать в дорогу из-за опасения того, что с ним случится какая-нибудь вот такая вот не просто неприятность, а вот такая беда. Раши отвечает на этот наш вопрос словами мудрецов. Как бы ни случилось с ним несчастье, а дома не может его постичь. Если это несчастье, то оно бывает и дома. Сказал Раби Леезер бен Яаков, отсюда следует, что сатан-обвинитель выдвигает обвинение против человека именно в пору опасности. Ну, а путешествие это и есть то самое время, когда человек находится в опасности. То есть заложено здесь в этих простых словах довольно глубокое понимание того, каким образом Всевышний управляет миром. У каждого человека есть за что его наказать. У каждого человека есть причины, по которым необходимо его испытать. Но это еще не значит, что человека ежеминутно, ежечасно и ежедневно подвергают подобного рода испытаниям, а уж тем более наказанным. Нет. Все откладывается до поры до времени. Безусловно, ничто, абсолютно ничто, ни одно действие, ни одно слово, ни одна мысль человека не уходит от внимания. Все записывается, все фиксируется. Но при всем при том, если уже человека будут судить, если каким-то образом могут его поступки до сих пор сейчас повлиять на его судьбу, конкретно на то, что с ним случится, то это только в очень непростых обстоятельствах. А именно, немножко это похоже на человеческое общество. И это не случайно. Говорят, мудрецы. То есть царство на небесах, то, как Всевышний управляет, оно похоже на то, как управляется государство среди людей. Почему? Потому что принципы, это очень важное понимание вообще в Торе, что принципы, на которых строится мир, они все одни и те же. И они проходят с самого верха до самого низа, только преломляются на каждом уровне по-своему. Так вот, принципы управления, они одинаковые. Как управляется Всевышний весь этот мир, так же, в общем-то, управляется и человеческое общество. Поэтому, если мы хотим понять, как управляются человеческие организмы, так всё. Стало быть, если мы хотим понять, каким образом человек, каким образом Всевышний управляет миром, посмотрим вокруг себя, посмотрим на человеческое общество. Мы знаем, что с точки зрения государства тоже многие люди имеют целый ряд, скажем, в их личном деле могут скопиться достаточно много, в их досье могут скопиться достаточно много компроматок, примитирующих обстоятельств. Где-то человек уклонился от уплаты налогов, где-то он перешёл, нарушил правила уличного движения, где-то он подписал какие-то документы несоответствующие действительности, где-то он ещё что-то делал. Это не значит, что у каждого человека каждый день его таскают в полицию и устраивают ему следствие и разбирательство. Это, конечно, нет. Но если... А когда полиция начнёт расследовать? И если в полицию придёт жалоба на этого человека, то тогда полиция уже ничего не будет оставаться. Ей, может быть, не захочется заниматься этой жалобой, но делать нечего. Жалоба, донос, телега, сигнал, все эти вещи, они ставят полицию перед необходимостью разобраться. То же самое и здесь. Человек, как говорят наши мудрецы, Всевышний, хотя фиксируется всё абсолютно, что человек делает, но это не значит, что суд над ним конкретный, ежедневный, ежечасный, а только когда есть против человека обвинение, только когда есть что-то типа вот такого, такой жалобы, сигнала, доноса, вот только тогда начинается разбирательство. Поэтому Раша упоминает здесь Сатан. Кто такой Сатан? Сатан, он и есть тот самый человек. Человек. Он не человек. Сатан и есть тот самый ангел, та самая сила, которая отождествляется с прокурором. Так, небесный прокурор. Есть прокуратура, которая требует от полиции расследования. Так и здесь. Когда даётся возможность, то же самое у прокуратуры, это не значит, что прокурор не может каждые 10 минут бегать в суд и возбуждать дело против человека, подавать против него заключительное обвинительное письмо. Вообще нет. Есть определённые порядки, в которые можно подавать. Так вот, так же и у того самого Сатана, у небесного прокурора, у небесного обвинителя. Не каждый раз он имеет право обвинять людей. Но есть ситуации, в которых он безусловно может. Одна из них, как говорят мудрецы, это человек, который находится в состоянии опасности. Если он находится в состоянии опасности, значит необходима помощь с небес для того, чтобы он вышел сухим из воды. Для того, чтобы он, как говорят мудрецы, подобный человеку, который проходит под накренившейся стеной. Кирнатуи, накренившаяся стена. Чего ты туда лезешь? Ведь может же обрушиться. Если она накренилась, это значит, что может обрушиться. Чего ж ты туда лезешь? А, ты надеешься на то, что, называется, Бог поможет? А, если уже есть надежда на то, что Бог поможет, тогда надо ещё выяснить. А ты заслуживаешь того, что Бог поможет? Вот эта ситуация человека, прохождение его под накренившейся стеной, она, безусловно, даёт возможность сатану подать сигнал. И, что называется, пожалуйста, проверьте. Человек этот достоин того, чтобы ему помогали и сделали для него, в общем-то, нечто типа чудо. По крайней мере, большая помощь для того, чтобы выйти из опасности. Точно так же, как человек будет ехать с превышенной скоростью. Если ты ездишь с превышенной скоростью, значит, ты надеешься, что у тебя всё будет гладко. Потому, что как только что-то будет негладко затормозить, уже не сможешь, не успеешь. Значит, ты хочешь, чтобы перед тобой была скатертью дорожка, и чтобы тебе расстелили эту самую скатерть-дорожку. А ты того достоин? Ну, давайте проверим. Поэтому и путешествие... Сегодня нам немножечко это диковато звучит. Как мы привыкли к тому, что путешествие – это более-менее вещь, ну, почти безопасная. А в древние времена это было вовсе не так. Путешествие для того, чтобы путешествовать даже всего лишь несколько дней. Сколько уж там, 10-12 дней пути. И из Эра Цисраэль пешком на ослах в Египет – это, безусловно, зона повышенной опасности. И дикие звери, и разбойники, и военные, и кого, кто хотите. То есть, человек, отправляясь в путь, безусловно, оказывается в зоне повышенной опасности. И, коли так, если он уже в зоне повышенной опасности, то понятно, что в этот момент есть возможность у небесного обвинителя подать сигнал. А может проверить этот человек, который находится сейчас в пути, он достоин того, чтобы его избавляли от этих опасностей или нет. Поэтому несчастье, безусловно, речь идёт о несчастье. Но уж, коли оно случится, оно именно, есть куда больше шансов, что оно случится в дороге, в пути, а не дома, когда человек сидит в отсутствии опасности. И тогда, когда никто не достаёт его личное дело, тогда никто не начинает ворошить в его страницах и смотреть, что там у человека в его биографии, сколько на него созданных компроматов и так далее. «И пришли сыны Израилевы покупать вместе с другими пришедшими, ибо был голод в земле Кенаанской». Они были не одни. Масса людей приходит в это время в Египет для того, чтобы покупать хлеб. Ну, и сыны Израиля, то есть сыны Якова среди них. «А Йосеф, он начальником над землёй, он и продаёт хлеб всему народу страны». «И пришли братья Йосефа и поклонились ему лицом до земли, и увидел Йосеф своих братьев и узнал их». Ну, и узнав, что он бросился сейчас к ним на шею, и притворился перед ними чужим, и говорил с ними сурово, и сказал им, «Откуда вы пришли?» И они сказали, «И земли Кенаанской, чтобы купить пищу». И Йосеф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них, и сказал, «Вы шпионы. Вы пришли высмотреть наготу этой земли». И они сказали ему, «Нет, господин мой, рабы твои пришли купить пищу. Мы все сыновья одного человека, мы честные. Не бывали рабы твои шпионами». Но он сказал, «Нет». «Вы пришли высмотреть наготу этой земли». И они сказали, «Надцать рабов твоих двенадцать братьев. Мы сыновья одного человека в земле Кенаанской. Вот меньше теперь с нашим отцом». А одного не стало. И сказал им Йосеф, «Ну вот, об этом я и говорю. Вы шпионы. Этим вы будете проверены. Клянусь жизнью фараона, что вы не выйдете отсюда, пока не придет вас меньший брат. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата, а вы и будете задержаны. И проверены будут ваши слова, оправдали у вас. И если нет, жизнью фараона, что вы шпионы». И взял он их под стражу на три дня. И сказал им, «Всё в третий день, вы что сделаете, и останетесь живы». «Бога я боюсь». Вот этот отрывок мы попытаемся сейчас разобрать. Понятно, что главный, основной вопрос этого отрывка, понять линию поведения Йосефа. Почему? Почему он притворяется? Почему он начинает обвинять их в шпионаже, чё знает в чём, в преступлениях против человечества? Зачем он это делает? Для чего они все децептаты? Понятно, что это не совершенно спонтанные действия. Мы видим, что Йосеф готовился к нему. Он ожидал это. Это видно даже из внимательного прочтения текста. Посмотрим ряд его деталей. Нас интересует и поведение Йосефа, его мотивы, и поведение его братьев. С самого начала сказано «и сказал Яков своим сыновьям». Сыновья Яков, братья его, сыновья Яков. Он говорит им, смотрите, есть хлеб в Египте, пойдите, купите нам оттуда хлеб. И пошли братья Йосефа. Променяя здесь их название, эпитет другое совершенно уже. Не сыновья Якова, а пошли братья Йосефа. В десяти ром купить зерна в Египте. А Бениамина брат Йосефа. Бениамин снова че? Он брат Йосефа. Ну, они тоже братья Йосефа. Но он больше брат. Он брат все-таки не только по папе, но и по маме. Не послал Яков с его братьями, ибо сказал, как бы ни случилось с ним несчастье. И пришли сыны Израиля. Сначала они были сыны Якова, потом братья Йосефа. Теперь они снова сыны Израиля. Покупать, не Якова, а Израиля. Покупать вместе с другими пришедшими. Ибо был голод в земле Кенанской. Чем вызвали эти изменения? Почему Тора называет их иногда сыны Якова, иногда братья Йосефа, иногда сыны Израиля? Прежде всего ответ Ашина наше слово. То, что сказано, и пришли они в десятером, о чем это говорит? Ведь написано, что Бениамином... Именно за словами. Для чего Тора здесь подсчитывает мне, что они пришли в десятером? В общем-то, мы сами могли бы это посчитать. Мы же знаем. Всего было у Якова 12 сыновей. Йосеф в Египте. Сказано, Бениамину он с ними не послал. И получается 12 минус 2 – 10. Нужно подчеркивать Торе, что их было десять. Мы сами знаем. Но это учат. Что до братских чувств к Йосефу, то их было десять. Потому что ни в любви, ни в ненависти своей к Нему они не были равны. То есть, отношение всех братьев к Нему было разное. Но в том, что касается покупки хлеба, они были единодушны. Поэтому подчеркивается, они пришли в десятером, по отношению к чему? Покупать хлеб. Здесь все десять, как один. Но что касается их отношения к Йосефу, оно было разным. А почему Тора называет их сначала сынами Якова, а потом братьями Йосефа? И не написано сыну Якова. А это, говорят, раньше это учат. Они раскаивались в том, что продали его и решили поступить с ним по-братски и выкупить его, чего бы то ни не стоило. Получается такая картина. Братья не искали причины или какого-то предлога отправиться в Египет на поиски Йосефа. Это нет. Отец заставил их. Он толкнул их на то, чтобы они отправились в Египет покупать хлеб. Но уж поскольку они уже отправляются в Египет, они хорошо помнятся, что именно в Египет они отправили своего брата Йосефа. Годы сделали своё. И братья решили, что им необходимо его выкупить. Пусть нас не будет вводить в заблуждение то, что он сказал, но они раскаивались. Это не означает, что они считали свои действия прежде неправильными. Но вряд ли ещё. Но, по крайней мере, они поняли, что пусть, может быть, они вели против Йосефа правильную и справедливую борьбу, но они зашли в ней слишком далеко. И поэтому сейчас, что бы то ни было, и какие бы отношения… И мы знаем, что у Рувена было к нему одно отношение. Его основной ненависти к нему не было. Он понимал, что Йосеф был мальчишкой, и всё его поведение объяснялось именно этим его молодым возрастом, его горячностью, его правдолюбивостью. И нельзя было к нему предъявлять те самообъединения, которые предъявляли к нему остальные братья. Турки и братья так не считали. Они считали, что они сделали в общем и целом. Они были правы в своём отношении к нему. Может быть, они слишком далеко зашли. Может быть, это было достаточно слишком жестоко. Но они считались неправы. То есть, в этом отношении каждый из братьев, он ещё на своём месте. Но в одном, в одном они были здесь единодушны. В двух всего. Во-первых, в желании купить хлеба, понятно, полное единодушие. Второе – в желании его выкупить. То есть, неважно, правы мы были или не правы в том, что мы боролись с ним, но то, что его сейчас, после того, как он попал в беду, и он, конечно же, в беде, если он ещё жив там в Египте, то, что необходимо его выкупить, в этом братья пришли к единому мнению. Это означает раскаяние. Но не то, что все они раскаялись в самом решении и признали свою шутку в том, что они были неправы, когда его продали. Сыны Якова, когда Яков обращается к ним с просьбой отправиться в Египет, сыны Якова. Затем Тор их называет братьями Иосефа. Ибо, отправляясь в Египет, они ставят под собой ещё одну цель. Вспомнить своё братство, всё-таки Иосеф он брат, и выкупить его. При всём при этом каждый из них относится к нему по-своему. В этом единодушие нет. Но как только они попадают в Египет, как только они проходят через границу на контрольно-пропускном пункте, они уже бней Исраиль. Они уже сыны Израиля в Египте. Никому их отношения с Иосефом не интересны. Они представители того самого племени, которое называется Израиль. Так их воспринимают в Египте. Дальше. А Иосеф, он начальником над землёй, повелитель страны. Он и продаёт хлеб всему народу страны. На первый взгляд, особенно, как многие переводчики так переводят, поскольку он начальник, так поэтому он и продаёт хлеб. Очень здорово. Где бы вы видели не только премьер-министра, а хотя бы даже, не знаю, министра торговли, который бы стоял в магазине и отвешивал бы мешки с зерном. Это же на самом деле нонсерф. Значит, поскольку это понимать нужно на самом деле не так. Иосеф, хотя он повелитель той страны, несмотря на это он сам самолично продавал хлеб. То есть, самое простое понимание здесь пшат, что, несмотря на своё высокое положение, Иосеф заявил всем, всем тем, кто занимался продажей хлеба, без моего, без моей визы, без моей подписи, без моего разрешения никому хлеб не продавать. И самый-самый просто задача – зачем? Зачем повелитель страны, зачем всесильный вельможа при дворе фараона, человек номер два в стране, зачем он занимается продажей зерна? Потому что он так радеет о том, чтобы не дать… Конечно же, ясно. Совсем не просто продавать зерно в такой ситуации. Могут быть злоупотребления, начнутся… Наверняка есть люди, которые захотят заняться спекуляцией, покупать больше, потом перепродавать на чёрном рынке. Как бывает во всякий… Каждый раз в подобной ситуации во многих странах на всех континентах во все времена так было. Может быть, для этого необходим такой контроль Иосефа, что он хочет самолично быть уверенным, что спекулянты здесь не используют голод для своего обогащения? Нет, дело, конечно, не в этом. В чём же здесь дело? В том, что Иосеф ждёт своих братьев. Он боится, что они могут прийти, купить хлеб и уйти, и тогда они не встретятся. И тогда всё, что было до сих пор, теряет смысл. Поэтому, несмотря на то, что он повелитель страны, он делает совершенно несвойственный для его высокого положения шаг. Он самолично продаёт хлеб. Нужно сказать, что Медраж… Медраж вебришит раба. Говорит очень близко, даёт очень близкое объяснение к тому, что мы сказали, но даёт ему определённые дополнительные цвета. Говорит Медраж так. Иосеф, конечно, же был уверен, что его братья рано или поздно придут в Египет покупать хлеб. Но поскольку он боялся их пропустить, что он сделал? Установил по всей границе, т.е. на всех пропускных пунктах египетско-кананской границы, он установил там чиновников. То есть, наверное, в первый раз, быть может, в истории был заведён визовый режим. Всех приходивших в Египет записывали. Паспортов, наверное, тогда ещё не было, но, по крайней мере, устно спрашивали у каждого человека его имя, имя его отца, место проживания. И всё это записывалось. Каждый вечер пограничная служба приносила Иосефу списки всех, всех приходящих. Когда сыновья Якова пришли, то получилось так. Пришли они в Египет совсем непросто. Можно это уточнить снова из текста. Медражство уточняет из текста, Иераши это тоже приводит в другом месте. Написано дальше. И пришли. Следующий пасук. И пришли братья Иосефа. Извиняюсь, не следующий. Предыдущий. И пришли сыны Израиля покупать вместе с другими пришедшими. Бе то хабаим. Они пришли бе то хабаим вместе с другими. На первый взгляд, избыточное излишнее предложение. Понятно? Если есть голод, все приходят. Они тоже приходят. Если они приходят, они приходят среди других. Почему торак подчёркивают среди других? Раши, говорит, среди пришедших. Они таились, чтобы в них не узнали братьев. Почему? В чём дело? То есть, они не идут вместе, организованные такой группой. И понятно, что когда они идут вместе, они достаточно похожи друг на друга. Они одинаково одеваются, на языке говорят. Внешне похожи всё-таки. Братья. В чём же дело? То есть, они шли поодиночке. Они рассеялись. Затерялись в толпе. Потому что отец велел им не показываться вместе в одних воротах при входе в город, но войти по одному через разные ворота. Чем объясняется такое поведение? Чтобы не привлекать к себе дурного глаза. Так как они отличались и красотой, силой. Просто опасение дурного глаза. Дурной глаз – это действительно опасение того, что люди начинают завидовать. Когда они увидят 10 таких молодцов, все как на подбор, то зависть может привести здесь к нехорошим последствиям. Поэтому Яков с точки зрения такой техники безопасности сказал им, пожалуйста, рассредоточиться. Как рассредоточиться? Входить к каждому через другой. Каждый пусть выбирает себе другой пропускной пункт и входит через один. Но поскольку УСФ не провести и он получает сводки от пограничной службы каждый вечер, то вот в один прекрасный вечер к нему приходит такая сводка и он видит, что через один пропускной пункт прошел некто Рувен, сын Якова, через другой прошел Шимон, сын Якова. Через третий прошел Леви, сын Якова. Вот оно. Вот оно. Может быть, УСФ не ждал, что они придут таким странным образом, но, по крайней мере, он ждал, что они придут и, наконец, они пришли. Продолжает Медраж дальше. Когда он понял, что они пришли, теперь вопрос, ну а где их искать по всему Египту? Прошли-то они пришли. Если бы они пришли все вместе, то есть каждый пришел в другое место. Как же их здесь искать? УСФ и здесь придумал некоторый выход из положения. Искать он их не будет. Это в Египте искать, это как искать... Тогда еще не было обязательной регистрации в 72 часа. Это было невозможно. Искать иголку в стогу сена – это бессмысленно. Поэтому он решил, поскольку ему ясно, что здесь, закрыть все пункты продажи хлеба. То есть, по Медражу получается, что, в общем-то, обычно хлеб продавали обычные чиновники в самых разных местах. Но сейчас, именно здесь, когда ему стало известно, что его братья тут, то вот сейчас он издал указание – закрыть все пункты продажи хлеба, оставить только один, так что они наверняка туда придут рано или поздно, и постоянно сообщать ему, кто… Дал он работающим там продавцам, дал он список этих самых людей, как только появятся вот эти вот Рувен Синьякова, Шимон Синьякова, Леон Синьякова, тут же их задержать и сообщить мне. Ну, можно было ожидать, что это сработает. Когда этот Медраж не сработал. Проходит день, второй, другой. Понятно, что ЕСЭФ мечется, как тигр в клетке, а братья не приходят. А братья не приходят. Они же пришли сюда покупать хлеб. Почему же они тогда не приходят? Нечего делать. У ЕСЭФа выхода не осталось. Хотя мы раньше говорили, что искать в Египте было бессмысленно, а другого выхода нет. Они не приходят. Он отрядил отряды полиции, и они стали прочесывать все места, все, что могли. Нашли. Где нашли? Нашли в довольно неожиданном районе египетской столицы. И на тех улицах, где в основном работают массажные кабинеты. Спрашивают Медража, что они там делали. Каким образом братья ЕСЭФ и сыновья Якова оказались в этом районе. Чаят Медража, они опасались. Ведь ЕСЭФ был продан в рабство. Конечно же, они же не знали, что с ним случилось. Конечно же, могли его сделать сельскохозяйственным рабочим и послать его полоть редиску. Могли. Но с другой стороны, поскольку они знали, что он был молодой человек, не просто молодой человек, но ещё отличавшийся внешними данными, красотой, то они побоялись, что его могли использовать и в этой области. Как это сегодня называется на политкорректном языке, как в качестве труженика сексуального фронта. Поэтому они отправились туда. Вот там их и нашли. Вот оттуда их привели к ЕСЭФу. Так, уже довольно… Первая встреча будет носить уже довольно напряжённый характер. Есть ещё одно объяснение, почему… Возможное объяснение. Почему таким образом они рассыпались, почему они рассредоточились, почему их приходилось искать? Ведь у них же была ещё одна цель, помимо того, чтобы купить хлеб. Если бы нужно было только купить хлеб, они бы в самый первый день, не стали бы они останавливаться в Египте надолго в самый первый день, когда они пришли бы в Египет. Они бы отправились сразу покупать хлеб и домой. Это да. Но у них же есть вторая цель – выкупить ЕСЭФа. Им же надо для этого его найти. Вот поэтому они и рассредоточились. То есть они разделили площадь на квадраты. Каждый из десяти братьев получил свой квадрат и начал его прочесывать, выискивать, где он может найти ЕСЭФ. Считаю дальше. «И увидел ЕСЭФ своих братьев и узнал их». Ну, вполне естественно. Хотя прошли годы, он их узнал. «И притворился перед ним чужим, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли». И они сказали из земли кинандской, чтобы купить пищи. И ЕСЭФ узнал своих братьев, но они не узнали его. Вот здесь два вопроса. Во-первых, зачем повторяется второй раз, что он их узнал? Уже написано выше. Выше сказано «И увидел ЕСЭФ своих братьев и узнал их». И потом снова «И ЕСЭФ узнал своих братьев, а они не узнали его». Зачем второй раз? Следующий вопрос «А почему братьев его не узнали? Почему он их узнал, а они его не узнали?» Известно, мудрецы в Талмуде отвечают уже на этот вопрос. Подобная вещь, безусловно, подобные ситуации, безусловно, возможно. Ибо когда ЕСЭФ, а ведь он в семнадцать лет оставил свой дом, они его помнят семнадцатилетним мальчишкой, то есть без бородок. Теперь перед ними уже взрослый муж, бородатый. Борода очень сильно изменяет внешность человека, поэтому вполне может быть, что они его и не узнали. Что касается их, то наоборот. Поскольку ЕСЭФ ушёл из дома, когда они уже были взрослыми людьми и, стало быть, были бородатыми. Были бородатыми тогда, были бородатыми сегодня. То, что они состарились на энное количество лет, это не настолько сильно меняет внешность человека. Поэтому он их с лёгкостью узнал, а не его. Нет. Борода, которая у него выросла, она и изменила здесь всё дело. Но пока что мы ещё не выяснили. Это, может быть, отвечает только на второй, последний вопрос. Почему братьев его не узнал? Но зачем Тора подчёркивает дважды, что он их узнал? Он их узнал. Посмотрим, что говорят комментаторы. А Орахаим утверждает, что дважды Тора говорит, что ЕСЭФ их узнал, а они его не узнали, вот почему. Когда вы встречаетесь с каким-то человеком, его внешность что-то мне напоминает? Ну, он тоже смотрит на вас. Знакомый, незнакомый. Если один из двух людей, которые таким образом встретились, вдруг вспоминает и узнаёт другого человека, то здесь происходит обмена такими сообщениями, которые идут не через слова. Идёт здесь обмен невербальной информацией. И в тот момент, когда, как говорят наши мудрецы, как вода лицом к лицу, подобно тому, как человек, когда он смотрит в воду, он видит собственное отражение. Так вот, есть подобного рода отражение информации. То есть, я, если я вдруг вижу какого-то человека лицо, мне что-то напоминает его, то я начинаю лихорадочно искать в памяти, вспоминать, где же я его видел, то идёт, в этот момент идёт, так сказать, некоторый пучок информации к этому человеку. Он его воспринимает и отражает. Если у него память на лице лучше, чем моя, и он меня начинает узнавать, то он отражает мне это. И я уже воспринимаю, и тогда это пробуждает во мне ту самую память, где где-то там далеко глубоко-глубоко запало воспоминание об этом человеке. И тогда факт его, того, что он узнал, помогает и мне вспомнить и узнать его. Поэтому здесь можно было бы ожидать, что поскольку Юсеф-то их узнал, поэтому можно было бы ожидать, что и они его узнают. Нет, говорит Тор, не так. Он узнал, да, а они его не узнали. А тогда почему? Почему здесь не сработало вот это вот кемаем по ним или по ним как лицом к лицу, как в воде? Почему здесь не было отражения? Да потому что все эти подсознательные такие вот обмены информацией, обмены сигналами, они происходят и срабатывают только тогда, когда нет блоков со стороны сознания. Но здесь со стороны сознания человека был блок очень сильный. Они смотрели на человека, одетого, трудно сказать, одетого, как египтянин. Египтяне, вообще-то, не очень одевались. Так, уже на бережной повязкой. По крайней мере, он выглядел совершенным египтянином. Вид уже на египетский. И им известно не только сказать, в тот момент, когда им говорят, что это вот человек такой-то. И вот он так воспринимает. В одной книге я прочитал очень любопытный опыт. Книга по социальной психологии, там утверждалось, что чем мы воспринимаем человека более важным, тем мы склонны рассматривать его как более высоким. Так вот, в одном австралийском университете проводили одного человека из одной группы студентов в другой. В одной группе его представили как работника младшего обслуживающего профессионала в университете. Во второй группе его представили как преподаватель в университете. А в третьей группе его представили как профессор. А потом у этих трех групп попросили оценить на вскидку, как я не помню, каков его был рост. Так вот, и получилось так. Первые оценили его там на 172, вторые на 175, 176, 178 уже. Ну, если профессор уже. То есть, он ничем себя не вел как профессор. Ему сказали, вот это профессор. А, это профессор, мы уже на другом. То же самое, когда человеку говорят, что сейчас с вами будет говорить официальный представитель египетских властей, то мысль о том, что Йосеф и египетские власти, они не понимают, что такое Йосеф. Во-первых, не факт, что они его здесь встретят. Даже если они встретят, кого они должны встретить здесь, раба, раба еврея, но не всесильного египетского вельможа. Поэтому, когда перед ними предстает человек, который одет как египтяне, да и говорят ему, что это египетский вельможа, то всякая мысль о том, что это может быть Йосеф, она совершенно представляется как совершенно ерунда. Поэтому вот этот вот подсознательный обмен сигналами он здесь не зарабатывает. Так объясняет это очень интересно Орахай. А другие комментаторы задают здесь еще один вопрос. Хорошо. Тора объясняет нам, устная Тора в основном объясняет, почему они его не узнали, да потому что борода, он возмужал, и борода изменила здесь его внешность. Но ведь у человека есть не только внешность, есть же еще и голос. Он же говорил, почему они его не узнали по голосу. Витражбам еще проще. Ведь Йосеф, играя весь этот спектакль, он же говорил с ними через переводчика, как это потом Тора подчеркивает. Они не знали, они не скрывали при нем разговоров между собой, говорили между собой вслух, не думая, что он их понимает. Почему они не поссорили с того, что он их понимает. Потому что он пока не дал им повода подумать так. Ибо он говорил с ними через переводчика. Тогда, если вельможа говорит через переводчика, то переводчик он нашептывает на ухо, а переводчик уже обращается к ним на еврейском языке. Поэтому голоса они его тоже не слышали. Если они слышали чей-то голос, это был голос переводчика. Наши мудрецы, кто был этот переводчик, это сын Йосефа Минаше. Ну а вот теперь снова центральный вопрос. Как сказано, и вспомнил Йосеф сны. И вспомнил сын Йосеф сны, которые яснились ему о них. И сказал им, «Вы шпионы. Вы пришли высмотреть наготой тезю». Почему? Зачем? Кто им руководил? Может быть, он сейчас наводит на них обвинение для того, чтобы отомстить, поглумиться над ними, помучать их. В конечном итоге они принесли ему очень много страдания. Чуть не убили его, бросили его в яму. Потом продали его в рабство. Продали его торговцам, которые продали его в Египет. Бог знает, что могло с ним случиться на всём этом пути. Вполне естественно, для среднего человека в такой ситуации захотеть им отомстить. И человек, так известно, каждый воспринимает читаемый текст на уровне своих понятий. В России была поговорка, что каждый понимает в меру своей испорченности. Т.е. человек, исходя из своих, как бы я себя ввёл в этой ситуации, захотел бы я отомстить. Скорее всего. Месть для человека – это почти потребность. Слово «месть», «накама» происходит от слова «кам», «встать». Т.е. человек, которого растоптали, которого бросили в грязь и растоптали, он хочет подняться, он хочет встать. И месть даёт ему возможность ощутить, что он таки встал. Поэтому для человека, как пишет это Рамхаль, Месилат и Шарим, для человека месть, она настолько сладка, она настолько желаема для человека, что вполне могли бы мы представить, что и Юсефом руководят те же самые мотивы. Он хочет отомстить своим братьям, он хочет над ними поглумиться. Но даже двух-трёхминутные раздумья приводят к тому, что эта мысль совершенно не правильная. Прежде всего. Ведь весь тот спектакль, который он проиграл, всё, что он здесь сделал, то, что он их обвинил сначала в шпионаже, арестовал их, потом оставил у себя в качестве заложника Шимона, отправил их всех домой. Затем попытался задержать, потребовал, чтобы они привели младшего брата Бениамина, затем попытался удержать его и Бениамина. Ведь всем этим самым он прежде всего причинял страдания не только им, но и своему собственному отцу. Если он хотел поднимиться над ними, то почему он тем самым причинял страдания отцу? А безусловно, они были. Это можно увидеть потом по тексту. Это уже ни в какие ворота не близится. Отец его ни в чём не виноват, наоборот. Второе. Если мы почитаем, как Юсеф проводит всю эту игру, её детали. Смотрите. И говорили они друг другу, точно мы виноваты из-за брата нашего. Когда сыновья Якова, братья Юсефа, выходят из тюрьмы? И три дня они провели на нарах. А это достаточное время для того, чтобы, отключившись от ежедневной суеты, начать думать, как это получилось и за что такое с ними случилось. И вот после этих трёх дней они приходят к выводам. Точно мы виноваты из-за брата нашего, потому что мы видели его страдания, когда он умолял нас, когда он сидел там в яме, умолял нас, чтобы мы не вытащили, а мы не послушали. Вот за это и пришло нам горе это. И ответил им Рувен, говоря, я же говорил вам, не грешите против мальчика, против ребёнка, но вы не послушались, вот его и кровь взыскивается. И они не знали, что Юсеф понимает, потому что между ними был переводчик. И он отвернулся от них и заплакал. «Человек, который мстит, не станет здесь плакать. Месть сладка человеку слаще мёда. Человек, который видит, как его жертва, тот, который когда-то ему насолил, а сейчас он в его руках, и он жертвой его мести, когда он видит, как тот извивается, когда он видит, как тот барахтается, человек наслаждается, смакует это». Если только что не смакует, он не в состоянии этого выдержать. И отвернулся от них и возвратился к ним, говорил, берёт себя в руки и продолжает. Ему трудно играть этот спектакль. Если ему так трудно играть этот спектакль, то зачем он тогда его играл? И ещё через несколько страниц. Когда он увидит Бениамина, наконец они приходят с Бениамином и заторопил, и увидел Бениамина, своего брата, сына своей матери и сказал, это ли брат вас меньший, о котором вы рассказывали мне? И сказал, да помилует тебя Бог, сын мой. И заторопился Иосиф, потому что вскипела в нём жалость к брату его. И он хотел плакать. И пошёл он в комнату и плакал там. И умыл своё лицо и вышел, и скрипился, и сказал, подавайте. Он уже не просто отворачивается от них, он уже вынужден выйти в другую комнату и умываться, потому что у него зарёванное лицо. Человек, который мстит, он себя так не ведёт. Наконец, ещё один аргумент. Мы видим, что Иосиф понял из того, что... Из того, что Тора говорит в дальнейшем, мы видим, что, с одной стороны, братья, безусловно, побаивались. Братья опасались. Уже после того, как Иосиф им представился, и уже спектакль закончился, и он уже признался им и сказал, что я Иосиф и всё-псё. Уже после того, как умер отец Иаков через семнадцать лет после этого, братья, безусловно, побаивались Иосифа и подозревали, а может быть, он всё-таки рано или поздно захочет им отомстить. Кто говорит им Еосиф? Кто говорит? Благодаря Ифим. Братья после смерти отца посылают ему человека сказать, так скажите Иосифу, прости, молю тебя, чтобы якобы отец сказал вину твоих братьев и греха, хотя они тебе сделали зло. А теперь прости вину рабов Бога, отца твоего. И плакал Иосиф, когда говорили ему это. И пошли и сами братья, и пали его перед лицом его, и сказали, мы рабы тебе. И сказал им Иосиф, не бойтесь, ибо я разве на месте Бога? Я же не граф Монте-Кристо, который будет наказывать там людей. Я не заместитель Господа Бога. Это совсем не то. Вот вы умышляли против меня зло, а Бог порешил его к добру. Подумайте сами, зачем мне вам умышлять? Да, вы замышляли против меня зло, но ведь на самом-то деле всё же кончилось хорошо. Наоборот. Вот именно благодаря вам. Благодаря тому, что вы меня продали всё и лучшим образом. Чтобы сделать то, что у него не есть. Чтобы сохранить вашу жизнь. А теперь не бойтесь, я буду кормить вас так далее. Так какое же здесь желание мстить? Иосиф всё это понял. Он ещё сам, будучи рабом в Египте, находясь в тюрьме тоже, на нарах у него было достаточно времени обдумать всю свою жизнь и всё, что случилось, и понять, что я здесь направляющая рука Бога, и понять, что нет никакого смысла, никакого резона в том, чтобы мстить своим братьям. Значит, должны быть какие-то другие совершенно мотивы. Какие же? Тора сама не говорит нам, что Иосиф не говорит нам, какие мотивы. Но один намёк она всё-таки даёт, как там сказано. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы шпионы. То есть, перед тем, как он начинает играть весь этот спектакль, Тора говорит, вспомнил он свои сны. Кстати, здесь ещё одно доказательство, что речь не шла о мести. Потому что, если бы речь шла о мести, нужно было сказать, и вспомнил Иосиф всё, что они ему причинили. Как он сидел в яме со змеями и скорпиорами. Как он шёл по этапу, как он оказался в рабстве, как он оказался в тюрьме, всё это они ему причинили. Но Тора говорит, не так. И вспомнил он свои сны. Отсюда Рамбан делает следующий выбор. Он вспомнил свои сны. И если мы посмотрим в Раши, говорит Раши, вспомнил он свои сны и увидел, что они сбылись. Вот братья кланяются ему до земли. Самый первый сон был какой? Когда он увидел, что вот мы собираем все хлеб, мы вяжем все снопы, мой сноп вдруг стал в середине и выпрямился, а ваши снопы стали ему кланяться. Ну, вот твой сон и сбывается. Они приходят сейчас в Египет. Зачем? За хлебом. Снопы это же есть хлеб. Они кланяются ему. Они, правда, ещё не кланяются ему как личности, как Юцефу. Они кланяются ему как мешку с хлебом. Но всё-таки кланяются. Вот исполнился сон. Как будто Рамбан наоборот. Ничего подобного. Он посмотрел на них и увидел, что сон не сбылся. Почему? В этом сне, если посмотреть его внимательно, как там было сказано, что ему кланяются 11 снопов. Когда Юцеф посмотрел, кто пришёл, очень быстро ему стало понятно, что пришли 10. Одного нет. Бениамина нет. Сон не сбылся. Близко к этому уже. Вот уже называется тепло, тепло, тепло. Но ещё не то. Не сбылся. Поэтому Юцеф делает сейчас шаги для того, чтобы реализовать этот сон. А именно, ему нужно подумать, как придумать так, чтобы и Бениамин оказался здесь. И чтобы он ещё поклонился ему. Ну, что он сейчас скажет? Ребята, я и Юцеф, и вообще давайте жить в любви и дружбе. Тогда ничего не случится. Поэтому он сначала обвиняет их в шпионаже. Они ищут способ, каким образом оправдаться от этого обвинения. И для того, чтобы даёт о себе максимум информации, поскольку это обычно убеждает, когда человек рассказывает какую-то легенду, которую ему составили, то обычно эта легенда достаточно ограничена. Много деталей про себя. Когда он рассказывает выдуманную легенду, он не скажет. А они сыпят массу-массу деталей, скажут, у нас двенадцать братьев, мы все дети одного человека, а одного нету, а другой. А почему у нас столько детей, у нас двенадцать? А один остался с папой. Значит так. Вот сейчас мы и прожили. Если вы даёте информацию, мы её есть возможность проверить. Пока вы его не приведёте, хлеб не получите. Вот его способ заставить братьев привезти сюда Бениамина, и тогда они все будут одиннадцать, и тогда они ему все вместе и поклонятся. Вслед за этим у него будет следующая задача, а именно второй сон. Реализовать второй сон сложнее, потому что там ему кланяются не только его братья, но и его отец, и его мать. Как сделать так, чтобы ещё и отец ему поклонился? Это совсем непросто, вообще-то. Сын должен кланить за отцу, но ни в коем случае не отец сын. Но это уже другой вопрос. Так или иначе, утверждает Рамбан, все действия Йосефа были направлены для того, чтобы реализовать свои сны. А если спросим, а зачем? А для чего нужно было реализовывать свои сны? Что он это тоже получит? Конечно же не следует понимать так, что поскольку сны пророчили ему власть над братьями, вот сейчас он их и старается реализовать, чтобы наконец-то воцариться над ними. Нет. В этих снах и в последующих потом событиях жизни Йосеф увидел одну красную нитью проходящую, один замысел, который проходит красную нить через все. На него провидение возлагает заботу о пропитании семьи, о том, чтобы семья выжила в этих тяжелых условиях. Он за это ответственный. Поэтому, если это так, он понимает, благодаря этому он стал властителем Египта именно в то время, когда перед тем, как случается голод, и эти сны таким образом дают, возлагают на его плечи важнейшую миссию. Поэтому он и старается их реализовать, чтобы все эти сны исполнились уже точно-точно, слово в слово. Одиннадцать братьев, значит, должны прийти одиннадцать. И если Бениамин до сих пор не пришел, нужны все средства для того, чтобы они Бениамина привели. Так объясняет Рамбан. Мы это мнение его объяснили вкратце, на самом деле не только в самом начале пути, и даже мнение Рамбана мы изучим более подробно и более другому окон на следующем уроке, а также познакомимся с мнением и других комментаторов. Но все это на следующем уроке. Продолжение следует...